Ну, а сейчас мы приступаем к основной теме нашего вебинара. И здесь я вам хочу рассказать о Бенни Льюисе, который у меня немного прочитала. Это такой полиглот нидерландский, который выучил более 12 языков. То есть он сейчас говорит свободно на 12 языках. Благодаря его методике, то есть его советам, я и составила этот вебинар. Сначала у него вообще не получалось изучать языки, а затем он начал учить и достиг, как вы понимаете, больших успехов. Потому что сейчас он путешествует и общается практически с людьми из многих стран. Какие же у нас убеждения, почему люди не учат языки? Он считает, что у всех есть убеждения. Для того, чтобы учить язык, человек должен родиться с определенными способностями. Кто так же считает? Нужны ли определенные способности для того, чтобы вообще учить иностранный язык? Вот он тоже так думал, но потом выяснилось, что нет. Такие убеждения не нужны. То есть способности к языкам можно развивать самому. Было бы желание. Или для того, чтобы знать язык, нужно, турецкий язык в данном случае, нужно обязательно проживать в Турции. Кто тоже согласен с этим? Нет, конечно. Потому что, например, этот же Бенни Льюис никогда в некоторых странах вообще не жил. Он просто их посещал на какой-то период времени и прекрасно говорил на разных языках. Ну или должен быть муж-турок обязательно, для того, чтобы хорошо знать турецкий язык, например. Считают. Наоборот, я вам скажу, что если муж-турок, то никто не учит турецкий. Потому что муж-турок, значит, решает все ваши проблемы в Турции. И очень многие думают, что зачем мне вообще учить турецкий? Или, в принципе, я обхожусь и так. У меня есть много знакомых, которые уже по 5 лет живут и до сих пор не знают нормальный турецкий. Или даже 17 лет живут, знаю. Тоже с турецким слабовато. Так что это не факт. Первый принцип изучения турецкого языка это четко определить миссию. То есть цель и сроки. Для чего вам нужен турецкий язык? Если у вас нет четкой цели, значит, у вас ничего не получится. У вас должно быть на 100% желание, на 100% понимание, что этот язык действительно вам нужен. Вот 100%. Вот без него мне никуда. Да, я хочу учить этот язык, он мне нужен, иначе мне будет плохо. И какому сроку вам нужен этот язык? Ну, тот же Бенни Льюис, он, например, за 3 месяца уже доходил до B уровня. Довольно быстрый срок. У кого-то, может быть, это будет не 3 месяца, может быть, 2. У кого-то, может быть, 4 месяца. Это не важно. Здесь еще есть такой фактор, как возраст, например. То есть чем старше, вы немножко медленнее изучаете. Но все равно при необходимых усилиях все получается. Например, вот в какой вы ставите себе срок начать разговаривать на нормальном уровне, на приличном, чтобы объяснить, что вы хотите, рассказать какие-то о себе хобби, найти дорогу, скажем, спросить, более-менее понимать человека, понимать турка. За какой срок вы бы выучили турецкий? Один месяц, если вам до 30 лет, то, в принципе, возможно. И каждый день по несколько часов работать. 3-4 месяца вполне нормально. Да, вот если начать заниматься сентября, то в декабря, в принципе, можно добиться хороших результатов. Год за год можно уже вообще и закончить B уровень. Решили вы, что вам нужен турецкий на 100%, поставили себе кто 6, кто 3, 4 месяца.